доброе утро друзья сейчас примерно 5 утра и я вместо того чтобы валяться в кроватке отдыхать уже тулю со всех паров на вокзал но дело в том что я не уезжаю на поезде как возможно было бы кстати и неплохо а мы едем сегодня на евробайк расклад по-прежнему неизменный на машине 4 человека две машины всего будет 8 человек у нас еще есть 9 еще не совсем понимаю как 9 куда будет садиться но вот это вот мы как раз посмотрим и я очень рад что помимо евробайка и рабочие поездки так сказать у нас будет еще и два байк парка это шпичак или ага в общем сейчас чтобы меня никто не ждал побыстрее доезжаем место где мы собираемся пакуем белый я вам показывал весь наш расклад и едем в сторону границы снова да нужно едем сторону границы итак друзья время тайминг это очень важно мы договаривались ровно на 6 утра я сейчас уже здесь надеюсь все остальные будут такими же пунктуальными как и я но я объясню почему это важно с одной стороны это конечно напрягает потому что ну ты в любом путешествии не можешь расслабиться но с другой стороны если кто-то расслабляется то летит вся система потому что если ты опоздаешь что потом опоздает машина не догонит вторую машину и можно так опоздать вообще на поезд на самолет куда угодно поэтому привыкать и самого детства с юного возраста за взрослого неважно с какого всегда во время когда вы договариваетесь где-то быть я стараюсь всегда приезжать во время потому что иначе но я думаю половина из трипов даже этого лета не состоялась вы нарушаете систему порядка самая мохнатышка в общем друзья уже понял что эта поездка не будет похожи на те которые у меня были до этого этим летом я уже успел тут и промерзнуть и ребята пошли за великами и дело в том что в 6 15 на вокзале мы должны были уже забирать нашего четвертого но нам еще как бы велики педали снимать паковаться но в лучшем случае мы на вокзале наверно окажемся в семь прошлом году у нас воду сумка отличился она была очень большая сейчас у димы такая тоже не маленькая сейчас посмотрим как влезет вот у меня такой вот у меня вот такая сумочка это поясная сумка и я был уверен что она будет самая огромная среди всех но у меня есть еще рюкзак да так друзья забрали ваню уже спаковали вел он вот так вот тут залез у нас вроде все готово вторая наша машина нас кинула они нас не решили не ждать и принципе я их понимаю они поехали и мы сейчас будем их догонять 5 7 утра у нас сегодня по плану оказаться в чехии посмотрим насколько это реально мы догнали тех кто сбросил на вокзале мы не будем мстить мы сейчас все вместе позавтракаем и уже толпой едем на границу я хотел начале лета показать классную границу но как-то видео еще то не вышло гуси вот а мы сейчас снова едем по ней и открою вам тайну сейчас стать уже можно потому что мы уже по ней ездить не будем и вы не создадите очереди ну шучу такого замысла не было на самом деле в общем называется грушев это польская граница и когда мы ехали первый раз в хорватию мы зависли на венгерской границе тогда на шесть часов а ребята в то время за полчаса прошли вот эту границу и мы назад ехали через нее тоже за полчаса проехали один раз правда мы простояли тут два часа но проверим сколько будет сегодня это прям возле львова недалеко очень удобное место поэтому если вы вдруг не хотите втычить на границе то это хороший местах но здесь есть один нюанс это последние 10 километров дороги они очень жесткие ямы и все такое но лучше проехать 10 километров по ямам чем 6 часов стоять на границе это факт есть обменники там можно купить страховку 120 гривен 10 это 4 доллара примерно купили обычную не спортивную потому что здесь были только обычные к сожалению сейчас выходные праздники день независимости поэтому мы заранее чуть-чуть не успели не как-то вот так вот здесь если что можно только страховку это хорошо как оказалось ну точнее мы об этом знали но у нас все-таки была пленка на окнах в общем пленки не должно быть все должно быть прозрачная на передних стеклах водительской пассажирской и лобовой конечно же поэтому сейчас сдираем пленку заехали на заправку тут уже в польше сабвей повсюду есть за границу кстати мы прошли два часа это заняло в начале лета занимала среднем 20-30 минут в середине в конце лета потому что все изменилось теперь это примерно два часа граница отдельный разговор все соки выпивает в каждой мне расскажи как граница лучше блин лишь потом это все запекать в общем тонировку пришлось снять вещи все опять доставали общем границы это отдельный разговор я уже много раз говорил что такие структуры как прохождение границы проще нуждаются в искусственном интеллект так как когда включается человеческий фактор довольно таки сложно становится если ты даже лично можешь не понравится дата тебя заставят тупо доставать все вещи будут проверять все на свете хотя честно говоря когда ты едешь с великом кататься и как злодей там достаешь свои трусы всем показывать но это не сильно прикольно но к сожалению такое время мы живем и точнее может не в такое время в таком месте в общем границы надо убирать надеюсь скоро это произойдет 9 часов вечера заехали уже в чехию покупаем себе виньетку проезд платный по польше заплатили всего четыре или пять долларов за проезд по всей территории польши это очень гуманно это все автобан здесь же хочу заметить что у нас два водителя сменных поэтому если вы едете сам то при таком раскладе идеально останавливаться в кракове то есть дальше ехать но наверное будет уже сложно и напряжно если у вас есть сменный водитель но мы сейчас максимально будем пробовать сколько получится до праги может быть даже дальше час ночи мы в праге это отель глобус мы уже с лена здесь ночевали когда возвращались ливенью очень удачное место очень удачный отель отлично что здесь были номера 50 евро стоит номер на двоих человек велики внизу можно оставить некий специальная комната для багажа этот отель находится прям недалеко от трассы мы свернули буквально не знаю пару минут и мы здесь и это очень удобно плюс если вдруг вы захотите пойти погулять в сам город то это семь километров отсюда принципе ну как бы не так уже и далеко хотя конечно всего жилья центре то в принципе кажется что это далеко здесь рядом отличный лес здесь в ресторане есть крутой ресторан и бар точнее в этом отеле есть крутой ресторан и бар но он сейчас конечно же закрыт а также в эту стоимость включен завтрак в виде шведского стола в общем отель этот можно смело рекомендовать называется он глобус и его можно найти на букинге в принципе я его несложно нашел и на гугл-картах ночуем сегодня здесь и утром нам остается 100 километров до шпичака сегодня мы до него не дотянули и по сути не было смысла потому что там жилье найти было намного сложнее вот такие здесь условия для хранения великов ну как бы это вообще для багажа но велосуда нормально стали и не хочется заметить что в это время хочется заметить что в это время рецепшен работает вам не надо никого будить искать звонить вы заходите вот так вот в открытую прям дверь и вот сюда в общем вот такой вот отель и это всего три звезды но здесь очень здорово вот такой номер территорию конечно же я сегодня вам не покажу здесь все такой типа старенькая но доброта в принципе вот вся чехия мне кажется она такая старенькая но добротная это по правде вам скажу одна из моих любимых стран по сочетанию скажем так цена качество и атмосфера то есть мне здесь комфортнее всего наверное всех европейских стран при этом здесь очень вкусная еда не заоблаченные цены и ну вот атмосфера даже на дороге где-то на улицах и так далее она вот довольно таки свободно какая-то европейская общем я не знаю как это объяснить но вот именно в этой стране я себя чувствую отлично мы сегодня уже вырубаемся у нас здесь завтрак включен завтрак я вам покажу просыпаемся в 8 утра уже на завтраке в 9 выйдем в 11 скорее всего будем уже в шпичаке и вероятно что сможем уже покататься в общем такая цель у нас есть такой план надеюсь все получится спокойно ночью друзья доброе утро друзья у нас стандартный шведский стол вот так вот это выглядит тут кашки сосиски а быстро позавтракали выдвинулись уже это город называется железная руда мы сейчас не в нем и в клатовы а дальше уже железная руда это уже недалеко от шпичака мы где-то в 12 где-то к часу по идее по плану будет там возможно еще возьмем полдня сегодня катки покатаемся сейчас заехали в лиду для того чтобы скупиться продуктами так как там будет у нас только одна кафешечка очень хорошая кафешечка но все-таки лучше чтобы всякие батончики нишечки у нас были поэтому влить ли экономно здесь как следует скупаемся накупили кучу продуктов там он салаты хлеб колбаса купили омыватель для стекла все очень просто тут в принципе приравнивается цена сейчас чешской кроны примерно приравниваться к нашей гривне поэтому считать не сложно в принципе всегда когда вы заезжаете какую-то страну вы не знаете курс валют посмотрите цену относительно доллара и потом просто можно все время умножать и понимать сколько это будет долларах и так вам будет легче понять сколько это будет вашей валюте потому что если каких-то других валютах начинать читать конвертировать именно вашу то становится все очень сложно чем мне нравится в польше чехи то что даже какие-то типа как провинция где-то недалеко от границы вот и находишься и тут город с такой инфраструктуры то все дома ухоженные все новенькая куча супермаркетов лидл какая-то церковь вот есть какой-то там замок в общем есть все и дороги построены знаки ну вот как в столице так и везде столица возможно даже может быть и похуже но там больше людей мы на месте и я очень рад я рад видеть этот подъемник этот наш домик этот прекрасный бар и этих людей на велосипеде состояние сейчас такое себе попробуем быстро адаптироваться я вам вкратце пробегусь по ценам по дороге вы уже поняли как все происходило ну и для того чтобы понимать вообще как здесь чего вот краткий такой экскурс проведу помимо того что мы только что увидели сколько вообще что стоит так друзья тут сразу же накрыл ливень поэтому я вам быстро проведу экскурсию такое у нас жилье здесь есть несколько вариантов принципе прям возле подъемника это место называется ханичка и ребята поселились том где мы прошлом раз ночевали месте но там был только один номер и там нам снески это ужасные сны говорят нам привидения ходят в общем проверим этот раз правда это или нет нужен соседнем домике там где кафешечка пару такой вот номер у нас он на очень много человек вот подъемничек прямо отсюда эти как ливень хорошо карабанит чем здесь вот такие вот условия тут похоже на какой-то детский лагерь или еще что-то типа того а в общем что классно то что это очень удобно и близко к подъемнику здесь рядом есть кафешки где можно попитаться покушать и это стоит 12 евро примерно человека тут принципе очень гуманно но конечно это нужно заранее брони потому что я не уверен если вот так вот вы приедете здесь прям будет жилье если не здесь то жилье уже надо искать там дальше железная руда где находится городишко и тогда там цены будут совершенно другие и выбор там ну мне кажется не очень большой но в принципе все можно загуглить забукать и поискать вот так вот наш домик выглядит если отсюда прям как вы видите возле подъемника чуть-чуть спустившись от байк парка буквально в пяти минутах здесь как вы видите уже есть варианты жильем вон и отель и всякие такие пансионщик есть типа частные варианты там написано что комнаты издают в общем стандартная история а сейчас я вам покажу место где можно очень вкусно поесть вот прям просто нереально просто мы сюда ходим на ужин обычно и здесь вкусная еда и очень гуманные цены это находится прямо на железной дороге на станции и вообще сейчас зацените как выглядит железнодорожная станция в шпичаке здесь есть железная дорога сюда постоянно приходят электрички то есть праги можно прыгнуть с велом на поезд и приехать сюда пока то есть я не знаю честно говоря какие билеты как в котором часу ездят эти поезда и сколько они стоят но то что это реально это уже нереально круто в европе насколько вы понимаете поезда ездят почаще чем у нас и билеты на и более реалистично купить чем у нас поэтому этим нужно пользоваться сейчас посмотрим какое здесь заведение вот это вот размер пасты друзья вот такая паста сыром с курицей стоит примерно 5 долларов на вид это как обычно знаете такая разливайка где-то на вокзале но на самом деле это один из самых наверно лучших ресторанов которых можно что-то покушать сегодня здесь меню отличается она вообще здесь по часто отличается то есть как нам сказали если хозяин сходит на рыбалку то можно форели речную вкусную поесть и мы ее уже ели и пару лет назад когда мы здесь были я об этом тоже видео рассказывал и показывал на принципе это вот железной станции сюда прям приезжают электрички пока что нам заказы наши только несут но я все буду показать так как здесь каждое блюдо это что-то такое необычное очень вкусно и нереально и цены в среднем вот за такое большое классное блюдо где-то около 5 долларов если может показаться что это блюдо на толпу и мы его деревом на самом деле это порция для одного человека у него заказал бромба рачки это деруны драники картопляники в общем в каждой среде по-разному бым сыром с голубым сыром антон второй заказал у нас картошку фри и с бабами еще что-то стейка мясо сколько это стоило ты не помнишь 5 долларов 5 долларов все стоит 5 долларов еще друзья я последнее время чувствую дефицит острой еды во многих странах и вазу свожу с собой такую штучку это не реклама торчин мне не платил за это реально просто беру мясную горчицу такую крепкую добавляю когда нужно сейчас антопель нуждается я себе заказал просто деруны и мест капуста их подогнали это стоит 2 доллара 2 и конечно я добавлю твои горчички по подъемнику один день подъемника стоит отдельно где-то 20 долларов но если вы берете допустим три дня катания подряд или 4 то это будет уже стоить три дня катания стоит 50 евро и четыре дня катания будет стоить где-то 60 евро то есть ну там где-то 62 вот так вот есть конечно смысл брать побольше и в нашем случае мы будем брать три дня так как сегодняшний у нас пропустился за то что погода вот как раз в тот момент когда мы еще могли покататься ударил очень сильный ливень сейчас уже все хорошо будем надеяться что завтра все это подсохнет и будет три дня как мы планировали полноценной каталки ну а сейчас друзья если вдруг вы думали что сюда сложно доехать от какой-то сказочное место то вот мы показали как в течение суток сюда добраться это конечно частично сложновато но нет ничего невозможного и по ценам здесь по моему вполне даже все реально поэтому я думаю стоит проехаться сюда и в соседней байк парке вообще просто хотя бы на разведку посмотреть какие есть действительно построены классные трассы и какие варианты не только у нас или каких-то известных европейских байк парках а в таких тихих местах не очень известных как шпичак но и